МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на телеканале Культура. Время новостей. С вами Татьяна Цепляева. И вот коротко некоторые темы этого выпуска. Больше, чем писатель, ушел из жизни Даниил Гранин, человек, которого называли нравственным эталоном эпохи. Близкие контакты первого уровня на берегу Байкала установили новый телескоп для наблюдения за космической погодой. Улетели, но обещали вернуться. Скульптуры грифонов с Банковского моста в Петербурге отправились на реставрацию. Печальная новость пришла этой ночью из Петербурга. На 99-м году ушел из жизни Даниил Гранин. Писатель, автор легендарной блокадной книги, почетный гражданин Петербурга, видный общественный деятель. Именно он стоял у истоков первого в Советском Союзе общества милосердия. Соболезнования родным и близким писателя выразил президент России Владимир Путин. Да не хочу я быть авторитетом, говорил в интервью Даниил Гранин. Но всегда был не просто писателем. Он ушел на фронт в 22, прошел всю Великую Отечественную, защищал Ленинград и даже после войны был верным служителем города на Неве. В 70-х вместе с Адамовичем Гранин выпустил блокадную книгу, где собрал воспоминания блокадников. Войдет в историю и речь 95-летнего писателя в Бундестаге перед депутатами и канцлером о трагической истории обороны города. Любовь и память к тем людям, для которых это была трагическая и жестокая история. Всю свою жизнь после войны я расцениваю как приз в лотерее. Невероятную удачу, доставшуюся почти без шанса, писал он. Выпускник политеха Гранин начал писать, работая в Ленинэнерго, и нашел свою тему. Писал о судьбах советских инженеров, изобретателей, технической интеллигенции. Физики тогда были в почете, так что романы «Искатели», «Иду на грозу» экранизировали и ставили в театрах. Затем Даниил Гранин стал первым секретарем Ленинградского отделения Союза писателей. Ушел из жизни не только выдающийся писатель, выдающийся гуманист, настоящий гражданин своей страны. Даниил Александрович, были все те качества, которые характерны для русской интеллигенции. Он глубоко сопереживал за судьбу своей страны. Он был очень активным общественным деятелем. Он был носителем той высокой нравственности, духовности, морали. В последний раз страна видела Даниила Гранина во время получения государственной премии. Президент России Владимир Путин специально приехал в Петербург, чтобы вручить премию Гранину. На церемонии президент нарушил протокол и сам подошел к пожилому писателю, которому было уже тяжело стоять у трибуны. Но он выступил с речью. Каждый человек, я уверен в этом, для чего-то предназначен. Он может стать гораздо больше человеком, чем он есть. На канале «Культура» он вел авторские программы о блокаде, я помню. Его автобиографическая повесть «Мой лейтенант», вышедшая в 2011-м и получившая большую книгу, вызывала мощную дискуссию. Вопросы вызывала всегда сама фигура писателя. Его литературное наследие огромное, и несмотря на то, что блокадную книгу Гранин тогда издал с купюрами, рассказать всего и откровенно в те годы не мог. К его произведениям будут обращаться историки и неравнодушные читатели. Агентство «Итартас» со ссылкой на семью писателя сообщает, что Даниила Гранина похоронят 8 июля на Комаровском мемориальном кладбище. Сегодня же в программе нашего канала произошли изменения. Смотрите в 21 час 40 минут документальный фильм памяти Даниила Гранина. Американская актриса Аннет Беннинг возглавит основное жюри 74-го Венецианского фестиваля. В этом году он пройдет с 30 августа по 9 сентября. Директор фестиваля Альберто Барбера назвал Беннинг женщиной большого таланта и вдохновения и подчеркнул, что настало время нарушить устоявшуюся традицию, согласно которой долгое время жюри старейшего киносмотра возглавляли мужчины. Аннет Беннинг – четырехкратная номинантка на «Оскар». Она прославилась и работой в театре, где играла в постановках пьес Шекспира и Чехова. Также известно, что в жюри Венецианского кинофестиваля войдут 9 кинематографистов из разных стран, а основную программу смотра объявят в конце июля. Новый солнечный и синоптический телескоп появился на берегу озера Байкал. Его установила Байкальская астрофизическая обсерватория, основная в сети обсерваторий Иркутского института солнечно-земной физики. Именно этот телескоп станет первым механизмом в системе геофизического мониторинга, который создается на территории России для отслеживания космической погоды. Наблюдение за солнечной активностью здесь вели тремя телескопами, один из которых самый большой на континенте. У нового прибора оригинальная конструкция, в отечественной астрономии такая первая. Она позволяет уменьшить концентрацию света, ведь при таких наблюдениях солнце сжигает в самом прямом смысле. Полученные магнитограммы позволят заранее предсказывать вспышки и другие возмущения в околопланетной атмосфере. Знаменитых грифонов с Банковского моста в Петербурге отправили на реставрацию. Фигуры мифических существ, созданные в 20-е годы 19 века, скульптором Павлом Соколовым планируют вернуть на место к концу года. В обновленном виде и с позолоченными крыльями. Петербургские грифоны, улетевшие с Банковского моста, явно страдают раздвоением личности. Впрочем, это не диагноз, а простая констатация факта. Реставраторы осторожно разделили чудовищ на половинки, чтобы иметь доступ к каждому сантиметру их истрадавшихся тел. Мы видим следы поздних чинок, пайки. То есть они уже подвергались реставрации. Ну, конечно, многочисленные разрывы, дефекты. Даже частичные утраты присутствуют. Самый большой урон здоровью наносит этим существам не петербургский климат, а любители приняты поверий. Ведь во всех туристических справочниках написано, какие именно места нужно потереть, погладить или поцеловать, чтобы на вас обрушился водопад сбывшихся желаний. А если дать монетку, грифон якобы расчувствуется и сам узолотит дающего. Поэтому городозащитники постоянно и громогласно напоминают. В мифологии грифоны – это злобные существа, охраняющие богатство, а не раздающие их направо-налево. Ну а задача реставраторов – создать прочное покрытие, особенно внешнее. Материал очень хороший, почти полмиллиметра, толщиной, толстослойный грунт, и срок службы, он очень длительный. Самая уязвимая часть – это крылья. Сначала их покрасят суриком, затем аккуратно и нежно покроют сусальным золотом. Такую процедуру уже проводили 9 лет назад. Но почти сразу же, видно кто-то, не дождавшись от грифонов золота, решил отнять его силой. Дождачной бумагой были ободраны с крыльев около 10% драгоценного металла. К счастью, в очередной раз нашлись спонсоры, которые дали 19 миллионов рублей на реставрацию. Но это, вероятно, уже в последний раз. Дмитрий Исковский, Виктор Хлебчик, Алексей Дмитриев, Петербург. Сад ценинного искусства разбили в музее имени Рублева. Так на Руси в 16-18 веках называли технику отлива изразцов. Русская майолика во всей ее нарядности. Изразцы фасадные и печные, декоративные картуши, батальные сцены и натюрморты. На выставке показывают не только экспонаты из фондов музея, но и недавние поступления из частных коллекций. Светлана Баранова, одна из кураторов выставки, изучает русское изразцовое искусство 40 лет. Говорит, в нынешней экспозиции представлены практически все виды интерьерной и фасадной керамики. Недавно коллекция музея Андрея Рублева пополнилась уникальными экспонатами из частных коллекций. Другие раритеты находили во время раскопок или даже просто на улице. Под цветом фонаря, весенний день, я вижу белеющий вот такой кусочек. Ну, белеющий, зеленеющий. Я его вытаскиваю, обнаруживаю изразец 18 века, точнее его фрагмент, где, конечно, он полностью утрачен, но сохранилась самое главное. Сохранилась надпись, на которой мы читаем. «Сие мне на пользу». Эти изразцы найдены в Ярославле и Великом Устюге. Такими облицовывали печи. Когда-то богатые купцы буквально соперничали между собой в искусстве изразцового декора. Каждый изразец мог иметь свою индивидуальную окраску, например, где-то в чем-то меняться. И эту роскошь, конечно, могли позволить себе лишь богатые люди. Изразцовые печи в домах знати появились лишь в начале 17 века, а в Европе на три столетия раньше. При Петре I русские гончары начали делать изразцы по европейскому шаблону. «Орнаментика такая необыкновенная, непонятная, которая зримо показывает райский сад. И вот это все очень активно использовалось. Это изображение хирургимов. Потом очень скоро освоили герб русский. Двуглавые орлы пошли». Здесь же примеры восточной керамики. А этот изразец конца 17 века отреставрирован с помощью уникальной технологии. Только благодаря этому удалось воспроизвести почти утраченное изображение. Юлия Хван, Виталий Пронин, Новости культуры. Этот выпуск подошел к концу. Всего вам самого хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова